Друзья, доброе утро всем! Как видите, едем мы через пустыню. Это вот пустыня Израиля. Едем мы через пустыню в город Илат. На самый юг Израиля, на границу с Иорданией. Это курортный город. Есть там Красное море. Всю дорогу будем ехать через пустыню с такими вот горами. Вон такая гора там спереди, классная. Ехал, выехал рано с дома. Еще темно было, почти ничего не снимал. Ждал, пока чуть-чуть рассветет. Не знаю, как будет нормально вид, да не нормально, но здесь очень красиво. Везем мы контейнер в Сороковку, в Элат. К клиенту. Откручить эту хрень, брат. В контейнере везем мы велосипеды. Сейчас включу эту пищалку. Вот так. Хочу приехать к нему, отключиться, отцепить контейнер. Спросим, сколько у нас будет там разгрузка. Отцепимся. И поедем в сам город Элат. Там, что классно, посреди города проходит, там есть аэропорт, проходит взлетная полоса посреди города. Город курортный. Приезжают отдыхать туда, со всего мира. И поедем на море купаться, поедем купаться на Красном море. И вот тут дороги классные. вот такая вот красота здесь. Обалдеть. Наверное, видос получится длинный. Сделаем, наверное, три части или четыре. Потому что есть, чтобы снимать. Красивые дороги. Красивые места. Жалко, еще так не сильно расцвело. Расцвело посильнее, было бы... Солнышко бы встало, было бы вообще классно. Потому что реально дорога очень классная. Такие вот тут горы у нас. Что еще хорошо? Я выехал рано. Сейчас движения сильного нет. Могу поснимать. Тоже дорога сильно извилистая. Такая не тяжеловатая немного дорога. Ну, классно здесь. Обалденно. А вот дорога в Эллад. В Эллад тоже классный такой город. Но там именно он такой курортный. Покажу вам немного. Поснимаю Эллад. Если получится отцепиться. Я думаю, получится. Я вам скажу, что я отцеплюсь. Вы пока не разгружаетесь. Я поеду там. Поеду. Поедем по Элладу прокатимся головой. Поедем на море заедем. Надо искупаться. Не каждый день купаюсь в Красном море. Вот тут такая вот красота. Навигатор меня есть. Есть несколько дорог тут. Через Мертвое море есть одна дорога. Есть еще одна дорога в Эллад. Три дороги есть. Ну, вот это вот самое красивое. Я, конечно, думал, что мне навигатор поведет по-другой. Она меньше извилистая. Там полегче будет ехать. Но он меня взял отсюда. В принципе, я ехал так ночью. Никого не было. Сейчас тоже вот время у нас пол седьмого. Дорога пустая. Но на Эллад такая дорога не будет забитая ничего. Потому что люди ездят в Эллад отдыхать. Или на праздники. Или в конце недели. Так, в принципе. Народ мало ездит. И такая вещь еще. Будем проходить мы. Такой пост. Там есть налоговая служба. В этом в Элладе все товары не облагаются налогом. То есть я завожу туда сейчас контейнер. Я иду там в офис. И они там должны печати поставить. То есть она бумаги сдавать. Печати будут ставить, чтобы этот товар не облагается налогом. Посмотрим сейчас. Едем дальше. Вот так вот едем уже полтора часа. Пустыня вот такая вот. Солнышко встает уже. Если получится, хочу вам заснять. Здесь ездит. Вот только здесь и можно ездить. С Эллада там до заводов больших. Ездит фуры с двумя прицепами. За собой тащит два прицепа. Как бывает в Америке. Военная база здесь. С правой стороны. Блин, установочка была. Надо было остановиться. Еще место где остановиться. Выйти. Размяться. Вот такие вот. Там тоже здесь внушения делают. Наверное, военная база здесь. Вот такая вот пустыня будет до самого Эллада. В Элладе уже будет там красота. Уже Красное море. Там уже будет классно. Еще там ехать где-то полтора часа и мы приедем. Надеюсь, получится заснять. Но на Вадобуде по-любому получится заснять. Вот только хочу заснять эту фуру. С двумя прицепами. Глядите, зараза. Большой, блядь. Друзья, первая наша остановочка. Тормознемся чуть-чуть. Небольшой отходик машины. Посмотрим, что все нормально. Сами разомнемся. Много кускулярия на машине. Сейчас все нормально. Ой. Сейчас все тепли. Пустыня. Посмотрим. Калорийский, но все нормально. Все нормально. Резина тепленькая. Извините, тепленькая. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все прошлись. Вот такая вот тут пустыня. Покажем еще чуть-чуть. Все, можно ехать уже. Наш красавец. Наш красавец. Все. Погнали потихоньку. Вот такая красавец. Вот такая вот здесь красотища. Стараюсь успеть поснимать. Потихоньку спускаемся. Такие отрывочки будут небольшие. Такая красота здесь. Дорога узкая. Спускаемся потихонечку. Переключим его. Вот уже солнышко вышло. Так получше видно. Вообще ништяк. Классно. Ну каждый день бы я сюда не ездил. Ничего нету, по пустыне едешь. Так-то прикольно. Так уже красиво становится. Солнышко вышло. Сейчас спустимся. Нам уже вообще немного осталось. Едем дальше. Такие футсваги здесь. Все гоня здесь. Почти спустились. Вот такие вот у нас здесь дороги. Спуски. Передаливаем. Это я вот чуть-чуть заснял. Засниму сейчас. Вон там есть грузовик. Сейчас мы с ним вдвоем не разъедемся. Сейчас я ему дам, пускай поднимается. А потом я буду спускаться. Потому что вдвоем мы с ним не разъедемся. Притормозили мы чуть-чуть. Все, теперь я пошел. Вот так вот. Потому что мы должны чуть-чуть вылазить здесь. Навстречку. Чтобы, блин, прицеп прошел. Вот такие вот дорожки здесь у нас. Все, там уже такая по прямой пойдем. Там уже нормально. И вот такие спуски я ночью проходил там, в начале. Там и вот такие постоянно было. Где-то километров пять я проходил такие спуски. Вот такие вот дела. Конечно, это все проходить лучше по дню. Надо было рано выехать. Клиент ждет нас к восьми. Надеюсь, у нас было время еще там покататься. Вот такая вот красота тоже. Чуть-чуть отпустим. Скорее, там тридцатничек поедем. Так, потихонечку спускаемся. Вон такие вот места. Красавые. Спускаемся потихоньку. Дороги я не знаю. Я вот с этой стороны, я на грузовике еще не заезжал ни разу. Раньше ездил с другой стороны постоянно. Отсюда еще ни разу. Все, сейчас там мы берем направо. И мчим дальше.